Год исторической памяти проходит под знаком сохранения героического наследия и правды о всех периодах жизни белорусского государства. Победа в Великой Отечественной войне была достигнута ценой больших потерь нашего народа. Люди погибали не только в сражениях, но и хладнокровно уничтожались. Это правда жестоко, эта память тяжела. Поэтому сегодня как никогда важно помнить, знать и говорить о тех зверствах, которые для многих белорусов стали личной болью. Для того, чтобы в будущем не повторились вот эти тяжелые, самые страшные страницы истории нашей страны, связанные с геноцидом белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, именно для этого и надо молодежи говорить даже о самых ужасных страницах нашей истории. Хочется, чтобы наша молодежь знала, что геноцид – это явление, которое характерно и которое проявилось не только в отношении белорусского народа, но в мировом сообществе есть множество других народов, которые также пострадали от геноцида. И именно сегодня, 9 декабря, празднуется Международный день геноцида, почитание памяти жертв геноцида. И, конечно же, важно, скажем так, профилактировать такое негативное явление в среде человечества, да и в молодежной среде, как применение насилия в отношении других людей. Одной из площадок, где проходило общение с молодежью на тему геноцид – глобальная угроза для мирового сообщества, стала средняя школа номер 9 города Бреста. Перед учащимися выступили старший помощник прокурора города Фёдор Лишок и историк-политолог Дмитрий Кириллов. Докладчики рассказали ребятам о мировом геноциде 20 века, в общем и о расследовании преступлений геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, в частности. Тема геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны – одна из важнейших сейчас тем для проведения каких-либо мероприятий с несовершеннолетними, а также с молодежью. Данная работа проводится с целью патриотического воспитания несовершеннолетних и молодежи. Память, о которой мы рассказываем, должна оставаться в наших сердцах и также оставаться на страницах учебников, которые изучают наши дети. Наибольшую заинтересованность у молодежи вызвали воспоминания о военной жизни семьи малолетней узницы Валентины Клим, мама которой в длинных косах прятала записки с призывом вступать в партизаны, за что была схвачена фашистами. Не добившись признания, молодую женщину с тремя малолетними детьми бросили в концлагерь, где им чудом удалось выжить. Мама была у него связной, потому что нужны были сведения. Когда немцы узнали, предали ее, что ее брат, руководитель партизанского отряда в этих лесах, мама была арестована. Нас оставили одних. Нас трое было. Младшая только-только родилась. Ей еще годик с лишним был. Старше ей было шесть лет. Вот мне было в то время четыре годика. Нас оставили одних. Никто не мог за нами смотреть. Если даже кто-то кусок хлеба даст детям партизан, это уже считались за связь с партизанами и их привлекали. В Международный день памяти жертв преступления и геноцида глава Московского района города Брест Андрей Филанович, заместитель прокурора Бреста Артем Ролинский встретились с работающей молодежью на территории предприятия «Брестгаз». Эта тема, ну, она очень актуальна. В прошлом году как раз было и в Брестанской прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа. В годы Великой Честной Движи сейчас вскрываются многие факты. Если вспомнить, еще совсем недавно даже, когда у нас проходило строительство так называемого приборского портала, это напротив Белтелекома, где тоже были найдены остатки жертв как раз того же геноцида, это еврейского гета. Хочется поэтому поговорить и приобщить о том, что нужно помнить свою историю, для того, чтобы в будущем не допустить подобных фактов. В апреле 2021 года Генеральной прокуратурой Республики Беларусь было возбуждено уголовное дело по статье 127 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время проводится полномасштабная проверка по данному уголовному делу. Допрашиваются свидетели. Более 15 тысяч свидетелей и очевидцев тех событий опрошены в рамках данного уголовного дела. Старые события и очень эмоционально проходят допросы данных свидетелей. Люди с трудом и большим нежеланием вспоминают это. При производстве допросов используется обязательно видео и аудиотехника с целью того, чтобы можно было запечатлеть те события и именно те свидетельские показания, которые они дают. Данная диалоговая площадка позволила познакомить работающую молодежь с фактами о произошедших в годы Великой Отечественной войны преступлениях. Ведь сегодня особенно важно знать и помнить историю, чтобы не допустить повторения страшных событий. Геноцид белорусского народа, белорусского населения в годы Великой Отечественной войны очень сильно отразился на нашей истории. И это имеет очень большое влияние и сегодня. Ведь, как известно, история имеет цикличность. И вполне возможно, что такое может повториться в будущем. Поэтому было бы неплохо это обсудить и понять саму проблему этой ситуации. В этой памяти много боли и страданий. Вторая мировая была не просто войной, она стала истреблением славянских народов. Священный долг всех белорусов помнить самим об этих событиях, а также не давать другим забывать или тем более искажать правду об истории нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok